Доброе утро, уважаемые подписчики, вы на канале Киприотики, с вами Вика Дима. Мы сегодня решили актуализировать видео, связанное с ценами на Северном Кипре, а именно на продукты питания. Пройдем сегодня на рынок пятничный, рынок Аскелия. Купим еще, закупимся мясом, рыбой. И вам покажем вообще, сколько сейчас стоят продукты питания. Ну и заодно у нас есть такой хороший прибор, нитратомер. Проверим продукты на наличие вот этих нитратов, да? Да. Точнее, отсутствие. Надеюсь, что там будет большая часть отсутствовать. Поехали. Рынок, в принципе, потихонечку оживает. Масло. Геннадий. Фактически разложили свои товары, продукты. И как раз самое шикарное время, когда не так много еще людей, можно спокойно выбрать эти продукты. Черешня. И уехать, быстренько уехать. Интересно, вкусная она? Здравствуйте. Сейчас я пойду с вами немножко по торговым рядам. Посмотрю ценники. Ну, мы уже в любом случае потом отдельно по каждому из продуктов. Мы уже так пройдемся и расскажем. Что у нас есть по сезону? Есть помидоры, они такие еще не прям мега супер красивые, зрелые. Ну, вот огурцы красивые. Капуста по-царски здоровая, большая, там не знаю, сколько килограмм. Много лука. А арбуз вкусный? Картошка. Супер. Да. Поверьте, уже у нас арбузы. Я не знаю, мы вот магазины покупали арбузы, реально сладкие, но они не местные были, а привозные. Вот. Сезон пока еще арбузный не начался, он начнет чуть позже. Вот. Ну, надеемся, что будет тоже очень вкусно все. Авокадо, они у нас изначально были, не всегда дешевые. То есть, я помню еще лир по 30, когда они стоили 20 с чем-то лир. Вот сейчас вот за одну такую штуку, бертоне, авокадо будет стоить 50 лир. Бананы. Привозные. И, возможно, вот это похоже было на место, не знаю, место, не место. По 55 лир за килограмм. Тыква, фасоль. В общем, короче, тут есть много еще такого. Смотрю, мужчина ест там арбуз, он такой красный, сочный. Надеюсь, что будет вкусный. Что набираешь такое? Так, я беру абрикосы. Это, кстати, местные абрикосы, они достаточно сладкие, вкусные. Ты обрабывала? Да, я уже попробовала. А это получается? А это привезут. А сколько? 150. 150 лир за килограмм. Гранткий вкусный абрикос, местный абрикос, давай пробу. Гика, сейчас решила прикупить зелень немножко. Они могут рассчитать, там просят. Что ты говоришь? О, это что, базилик? О, да, это базилик. Появился базилик, какой прелесть. Базилик? Кинзы нету. Петрушка есть, окей. Не везде, к сожалению, они там размещают цены. Не всегда понятно где-то, что, сколько стоит. Примерно по 40, зелень сейчас где-то около 40, 20-40 лир в зависимости. За пучок, да? Да. 23, окей. Ол. Юс лиры, это сколько? 100 лир. 100 лир. Это получается 2 пучка, по 25 лир пучок получается. Я, получается, взяла пучок базилика, петрушки и 2 пучка рукулы. Так, что у нас со нами на сметану? Один килограмм масла, дайте, пожалуйста. Масло 350 лир у нас, сыр 350 лир. Ого, сметана есть, смотри, что-то тут прикольно. 150 лир пачка сметаны. Взять тебе пачку сметаны. Ну, давай, всем попробуем. Мы просто первый раз такое вижу. А можно ее посмотреть? Ну, да, как сметан. Ну, что-то я не готова ее взять. А чего? Ну, смотри, внутри какая-то грязная. Смотра 400 лир. Хорошо? Нет, такой мы не будем брать. Упаковка не герметичная и непонятно, как она наливалась. Ну, лучше всего выбирать свежие овощи, фрукты с утра. Есть еще какой-то выбор, раскладка и не так много народа. Ближе к часам, через час, через два уже будет, наверное, такая довольно активная движуха здесь. Вот, поэтому не самый лучший вариант сейчас. Мы обычно закупаем все только в одной половине рынка, да? Тут уже только докупаем. Да, да, да. Как вообще становится Вика за это время? Ну, она прыгает тут по сезону. Сезонность овощейка. Допустим, сейчас там огурцы, да, томаты. Огурцы дешевле, томаты дороже. Потом сезон закончится, будут огурцы подороже, а томаты подешевле. Ну, то есть у них прыгает сезонно. Зелень в среднем 25 лир пучок. Ну, вот смотри, что эти... Что? Цитрусовые 30 лир. Ну, 25-30. Ну, так вот, 5 лир они поднялись там где-то. О, пошли лимоны возьмем. Подходим, там запах кофе. Ну, вот уже нету брокколи, я смотрю. Нету ни цветной капусты, сезон закончился. Ну, и вот, нету. Есть и мандарины, что-то по 15-7 лир. Да, есть какие-то. Но они будут кислые. Вот кабачок сейчас стоит. Кабачок 35 лир. Ну, вот он подешевел. Был вообще по 80 лир. Ну, то есть как бы вот сезон начался, оно дешевеет. Лук-порей, вот, кстати, можно взять. Лук-порей, качанчик, небольшой капусты. Получается 50 лир. Ну, то есть где-то 400 лир мы отдали за масло. За килограмм масса 350 лир на рынке стоит. Ну, фрукты 1200. Там были еще ягоды. Голубика, там Instagram 100 будет, 150. Это 150 лир, они сказали. Папайя 100 лир за килограмм. Ну, то есть арбуз 50 лир сейчас за килограмм. Но это пока не... Мы сейчас закупились основными овощами, фруктыми? Основными, да. Но нет ни брокколи, ни цветной капусты. Видимо, сезон закончился. То есть это я всегда беру. Ну, то есть то, что мы не купили, это вот брокколи, чесную капусту. Картошку мы редко здесь берем, потому что мы иногда и в магазине докупаем. Она, может, чуть дороже, но мы не так ее много едим, поэтому картошку так. Ну, смотрение. Так, теперь в мясной магазин пойдем, да? Мясной и рыбный, да. Теперь рыбный пойдем. В машину это поставим? В общем, мы выходим сейчас с рынка, идем в магазин. Покажут, что у нас неплохой магазин Искель находится. Много выбора курицы, баранины, говядины, индейки. Индейку там можно купить. То есть вообще неплохо. Вот, собственно, это мясная лавка Орчунка Сап. Находится она в центральной части Искельева. Ой, такая шутка. Два таких быка приметных. Они сразу показывают, где находится лавка Орчняка. Дима, это кощунство. Смотри, у кролика глаза не достали. О, кролики есть, но ой, не могу. Ну да, кролик с глазами. Я вообще, честно говоря, впервые вижу. Перепелки есть. Получается, 600 лир, это получается за просто упаковку это? Перепелка. Нет, 600 лир, это килограмм. А, за килограмм? А тут упаковка? Перепелки есть даже у них, смотри. Орчекурица, где-то в районе 200 лир за килограмм, идет вот такое филе. Индейка 329 лир за килограмм. Ну, мы сейчас возьмем индейки. Такая курица полная, цельная, стоит 106 лир за килограмм. А можно? Отдельно посмотреть у нас идет, получается, тоже, опять же, по 192 лир за килограмм. Ой, даже утка есть. Курица стоит, короче, в районе 200 лир. Если что-то полное, целое. Так, подайте мне, пожалуйста, индейки. Все остальное, в районе 100 лир. В общем, выбор здесь, на самом деле, довольно хороший, как видите. У нас получается любого вида мяса. Да, да, да. То есть, сколько получается? Говяжье 550 лир фарш получается. А, это за килограмм. За килограмм 600 лир нарезка говядины, там баранина. Ну, и куча всяких таких штук. А сколько баранина стоит за килограмм? В общем, по 950 лир без костей и по 750 лир с костями за килограмм. Ну, а что? У нас получается 2 упаковочки индейки, фарш куриный и филе куриное. Чуть больше килограмма, наверное. Не, нет килограмма. В общем, 550 лир. Благодарю. 150 лир вы дали, да? На рынке обычно мы рыбу не покупаем. Ходим вот сюда в Мистер Фиш. Находится тоже недалеко от рынка. От пути домой. Так. Ну, здесь у нас что-то сегодня с утра. Пока выкладки нету, да? В общем, чуть больше килограмма самона. А точнее килограмма, 40 грамма. Большое, что нам 855 лир. Сколько вообще раньше это стоило самон? Вот буквально... Он не поднялся. Мне кажется, мы в последний раз брали 600, но это было месяц назад. Мы чуть-чуть давно не ездили в рыбу. Ну, сейчас поднялся на... Подожди, ну а Себас, что про то, что я еду по 320 лир, в принципе, она плюс-минус на рынке? Он был месяц. Нет, мне кажется, он был тоже по... 300 уже нет. Не было 300? Самое интересное, что в магазине, например, некоторые отдельные товары дешевле. Капуста, например, по 13 лир стоит. Вот. Поэтому, короче, тут надо смотреть везде. И на рынке, и в магазинах, и выбирать то, что будет пихать. Так, давайте немножко пройдемся по хлебобулочным изделиям. Вот такой батон, который вот... Любимый, излюбленный завтрак киприота. Он стоит у нас 15 лир, 200 грамм. Такой хлеб резанный 47,5 лир. Ну, то есть хлеб у нас варьируется от 40 до 50 лир за вот такой батон. Экоровские такие хлеба стоят в районе 30 лир. Ну, в общем, по хлебам вы примерно будете понимать, сколько здесь хлебобулка стоит. Так, по поводу посолнечного масла. Как видите, есть вот акция. 4 литра стоит порядка 240 лир. Две упаковки по 2 литра, то есть 4 литра стоит 200 лир с чем-то. И упаковка на 900 лир стоит порядка 50. На 900 этих миллиграмм стоит 50 лир. Чаи у нас тоже варьируются. В зависимости от количества этих пакетиков. Под вас пакетика в районе 60-50 лир стоит чаи. Если брать кофе, то чиба, ой, да, чиба стоит в районе 190 лир. Монарх в районе 190-170 лир. Что-то там подороже, Давыдов под 337. Ну, такой типа, якобы под какой-то премиум. Обычный из кафе Голд растворимый в районе 100 лир. То, что вы сейчас видите. Есть какой-то акционный кофе из кафе. 300 грамм стоит 275 лир. 30 каиц стоит у нас 194 лир. Что касается молока, свежее молоко, которое там скоро портится, стоит порядка 44 лир. Есть и за 37 лир. В общем, разбежка такая, смотрите, 48 лир. И даже что-то там есть за 21 лир. Не знаю, что там за молоко. В общем, ну, что-то есть. Потом, те, кто любит айраны и все такие штуки, продается айран в районе 48 лир. Сливочное масло у нас в районе 90 лир за 200 грамм. По поводу сыров, они все разные. Есть в упаковке сыры. То есть, по 2 упаковки по 200 грамм стоят в районе 170 лир, 150 лир. То есть, уже тут на любой вкус. И нужно просто мне тяжело так сравнивать. И, в общем, сказать среднюю цену на сыр. И вы просто видите по тому, что я показываю. Так, вот творожный крем, который мы обычно покупаем. Вот лабне, например. 180 грамм стоит порядка 170 лир уже. Что-то подешевле есть. Я не знаю, чем они отличаются. То есть, тоже самое, 200 грамм какой-то там сыр стоит 42 лир. То есть, видимо, отличается, не знаю, в качестве. Что там за натуральности. Вот. Есть вот какие-то здоровые упаковки, как видите, да. 83 лир. Не знаю. Ну, что касается спиртного, я к еде не отношу. Но иногда спрашиваю, типа, сколько стоит здесь спиртное. Я знаю, оно стоит здесь дешевле. За счет того, что нету акцизных этих налогов. Вот. Поэтому там Джек Дэниелс какой-нибудь можно купить. Либо там, я не знаю. В общем, я не разбираюсь в спиртных напитках. И не могу вообще сориентироваться и сказать, там, это что-то дешевле, это дорого. То есть, ну, и в целом, нет смысла вам прям на этом делать акцент. Ну, смотрите, вот бутылочку вина можно купить за 120 лир. Ну, блин, это кофе. Кофе стоит дороже, чем бутылка вина. Дальше уже это идет не еда. Это порошки разные. Персилы из ТТП. В районе 200 с чем-то лир. Стоит компания какая-то по 120 лир эти кондиционеры. В целом, как бы уже, такую продукцию я уже обозревать тоже не буду. То есть, вот просто покажу мельком то, что мне примелькалось в глаза. Так, ну, конечно, надо покупать макароны. Это, в принципе, такая излюбленная еда основная, которую питается очень много людей. В общем, смотрите, отличается. Есть турецкие макароны, которые 500 грамм недорогие. Он, видите, по скидке 17 лир. Есть что-то более-менее импортное. Ну, что-то я даже его сейчас пока не вижу. А, вот оно. Получается, это барила. Вот, барила там за 500 грамм упаковка стоит в районе 60 лир. Вот, ну, сравнивайте, смотрите и определяйте, насколько это дорого. Рис по разбежке тоже цены разные. От 30 лир до 40 лир. То есть, например, акция есть, видите. И какой-то другой рис будет стоить порядка 44 лир. Что там еще у нас есть? Гречку. Вот много пока гречку, я увидел. Есть разные крупы, много других. Булгуров, рисов, всего остального. Смотрите, то, что я покажу вам. Потом вот жасмин этот, который рис стоит вообще порядка 70 лир за упаковку. Так, вот гречка есть, но я вот не вижу цены на гречку, к сожалению. Не смогу сказать. Так, мы, в общем, с Михаей приехали домой, разложили эти овощи, фрукты. Мясо у нас пока лежит в холодильнике. Мы имеем такой прибор, покажи. Нитратомер. Когда-то в прошлом году мы уже делали такое видео. Здесь можно выбрать любой тип овощей и фруктов и замерить количество нитратов. Сейчас. Местный, это, кстати, домашний абрикос. Сейчас посмотрим. И что, измерение. Вот, вставили. О, класс! То есть, норма 60 мг, а здесь меньше 30. То есть, качественный абрикос. Сейчас, подожди, вот этот рыженький, я не знаю, какой он. Так, а, ты уже, а, ты другой уже, да? Да. Абрикос и огонь. Тоже. Так, абрикос и огонь. Слушай, мне интересно авокадо. Здесь есть авокадо. Так. Авокадо. Мы, вот, собственно, ты мы за фрукты, вот эти вот, то, что вы видите, отдали. 1210 лир, отдельно это вот, отдельно было зелень, это 100 лир, вот это вот вся зелень, лук-порей и капуста, вот это 50 лир, а вот все, морковка, свекла, кабачок, огурцы, помидоры. Входили в торчок 1200 лир, да? Это все 1200, да. Авокадо, папайя, плюс еще были ягоды, которые я съела. Так, ну, мы, как вы видите, мы берем немного, то есть это, ну, нам на неделю хватает. Ну, раньше брали намного больше, но просто оставалось, портилось у нас. Да, авокадо отличный, меньше 30. Так, смотри, с фокусировкой, 30, меньше, ну, короче, меньше 30, то есть в норме, в пределах нормы. Да, так, что мне еще хочется, интересно, папайя, папайя тоже местная, папайя, кстати, а интересно, что на деревьях-то растет, да, мы же видели, ну, видимо, подкармливают нитратов папайи. Ну, не так много, в принципе, еще пока, не сильно повышенная. Повышенная, ну, как бы, о, арбузы, это, наверное, самое интересное, это привозной арбуз? Нет, это, скорее всего, местный, Дима. Местный? А что, они уже начали уже? Конечно, у нас уже сезон. Это просто, я не знаю, как это есть, в серединке выбрать? Ну, вот это вот, это вот беда арбузов, ну, Дим, ну, 9999,65 грамм. Так она была бы больше, просто нет той шкалы, не хватает. Ну, это просто жестяк, если честно, ну, с арбузом, каждый год какая-то хрень. На рынке, если ты пришел с нитратомером, короче говоря, это тебя выгоняет. Так, давайте, свекла тоже обычно нитратная, но мы ее все равно берем, потому что иногда 5200. То есть, какие? Из 1400. Ну, в 4 раза что-то превышает, в 3 раза что-то. Морковка тоже будет нитратная, ну, тут вот эти вот вещи, ну, как бы, мы все равно их берем, потому что вариантов немного. То есть, ну, это нужно понимать, что, как бы, морковку просто, что не так часто ее использовать, все эти овощи. Ну, здесь они будут. Хасик, а давай решать, что морковку не вываривается, ничего? Немножко надо, о, морковка, ура, морковка, впервые вижу, ее есть можно, ура. Хоть морковка есть можно, свеклу, короче, лучше настроить. Давай, кабачки, они тоже могут быть. Кабачки, да, могут быть. Мне кажется, будет 220. 740. Не, превышает. Ну, еще... Ну, еще в рамках, типа, еще даже зелененьким светится, якобы, типа, считает, что относительно нормально. Короче, давай капусту. Давай капусту. Капусту, о, капуста, кстати, вот точно будет, капуста будет 100% нитратной. Давай, смотри. Ну, нижняя норма 900 миллиграмм, типа, якобы, понятно. Нипец. Вот это мы едим. Ну, да. Огурцы. Огурцы, мне кажется, собой чистые. Они, как бы, тут они большего нормальные идут. Да, видишь, в рамках нормы идет. Провели апельсины и получается помидоры. Помидоры, яблоки. Очень удобный прибор, на самом деле. Выбираешь вид овощей либо фруктов и получается уже допустимо 300 миллиграмм. Отлично. Ну, здесь вот, кстати, помидоры и огурцы всегда идут, ну, классные. Вот апельсины наши. Отлично. Нормально, придет норма. Ну, да. Так, остались у нас яблоки. Ну, мне кажется, они будут чуть выше. Нет. Нет? Прекрасно. А это, интересно, привозные или это местные? Да. Ну, я выбирала на такие, думаю, все равно привозные. Зелень я всегда вымачиваю. То есть, ну, по сути, зелень, она тоже будет нейтрадная. Но я всегда в уксусе яблочном вымачиваю на полчаса и хорошенько промываю. То есть, я вымачиваю и нитраты, и кроме того, что все грибки, пестициды здесь, паразиты. То есть, зелень у меня стабильно всегда вымачивается как минимум полчаса. Так, мы основное проверили. Давай проверим сейчас. Мясо. Вводим чуб и семга. Хорошая рыба. А в чем для рыбы, для мяса одинаковое количество средств содержания? Тоже хорошее. И курицу давай посмотрим. Ну, мясо на нитраты, мне кажется, лучше бы на антибиотики можно было бы проверить. Ну, ладно. Ну, видишь, что-то антибиотики он не проверяет, к сожалению. Поэтому уже как есть. На гормоны, на антибиотики. Понятно. В общем, неизвестно, что по антибиотикам только будет, да? Так, вот мы думаем, что, может быть, это в этой корочке содержится очень много вот этих нитратов. А в самой мякоти будет намного меньше. Вот сейчас мы это и проэкспериментируем. Делаю измерения. Ну, уже поменьше. Но это ближе к середине. Тысяча. Но превышается она. А где здесь? 490. 720. Ну, короче, в любом случае превышение есть. И существенное. Ну, что, уважаемые подписчики, в общем, мы с вами посмотрели продукты питания на рынке. Я сходил в это время, еще был в магазин, показал он. Цены на яйца, молоко, творог и все прочее. Проверили на нитраты. Вы сами увидели, какие продукты чистые, какие имеют превышение. Лучше бы я не видела. Ну, ты уже в прошлом году видела их, в принципе, что делать. Мы ели все равно эти арбузы. Как бы капуста такая жуткая, жуткая. Поэтому, в целом, на Кипре овощи, фрукты, они, конечно, бывают свежие, сочные, но местами без нитратные. То есть, большая часть... По сути, из того, что мы вообще в целом, когда измеряли, всегда свекла шла, капуста, да, брокколи, картошка еще превышает всегда, да. То есть, касаемо огурцов, там, помидор, яблок, вот этих вот местных, это всегда было чисто. На самом деле, это всегда было чисто. Ну, вот какие-то овощи, морковка, вот меня бы радовало, потому что в прошлый раз, когда мы измеряли, она была сильно нитратная. Вот, но опять-таки, нужно что-то вымачивать. Желательно эти все овощи, фрукты, если вымачивать в воде с уксусом, ну, более-менее, вот эта вся нитрата и пестициды, они вытягиваются, их хорошо промывают. То есть, ну, нужно этим заморачиваться. То есть, мне несложно, допустим, промыть зелень, замочить ее на полчаса, как минимум. И, соответственно, мне так вот даже удобнее, потому что она у меня в контейнерах потом хранится в течение недели. В холодильнике мне ее не нужно мыть уже, я просто достаю сколько мне нужно, и все. И она всегда свежая такая, но она не вянет. Вообще, такого количества набора овощей, фруктов, мяса, насколько она хватает? Смотрите, видите, мы вам показали, этого примерно нам хватает на неделю. Семья-четырех человек, двое взрослых, двое детей. Ну, мы немного кушаем, видите, у нас там рыба, это вот раз в неделю, там, три стейка как бы пойдет. Мясо, там я брала пачку фарша, две пачки индейки, я, может быть, еще в магазине там докуплю, возможно, еще одну какую-то пачку чего-то там, да. В принципе, мы взяли две индейки, фарш и еще филе, то есть нам на неделю хватит. То есть мясо, ну, как бы у нас много мы не едим, дети практически, вот сейчас вообще жарко становится, не едят. То есть мы немножко готовим, ну, только муж получается. Овощи, там, крупы, мы, кстати, берем, там, можно взять что-то на рынке. Какие ты вообще крупы берешь? Я просто уже на видео снял. Основные наши крупы, это гречка, само собой разумеющаяся, это рис, но бурр, рис, либо басмати, то есть я беру дорогой рис. Сколько пачек получается? Просто я видел, там рис отличается от 40 лива идет лет, то есть 5 до 60 и чем-то лива. Ну, мы берем за 100. Жасмин какой-то там? Мы берем за 100, за 100 с лишним. Понятно. То есть другой. Яйца? Яйца, вот у нас где-то получается лоток, ну, два лотка яиц, наверное, у нас сухого. Это сколько, два десятка в смысле? Ну, где-то два десятка яиц на неделю максимум, ну, это прям максимум-максимум, да. Там мука какая-то, ну, то есть притязание, да. Вы видите, у нас еду, она у нас такая домашняя, без всяких, я еще раз повторюсь, всяких там прям прибамбасов соусных у нас, там, специи, зелень у нас. То есть, ну, как бы, вот, это наша пищевая картина. Мы сейчас за эту всю еду, которую мы снимали, с вами потратили порядка 3000 лир. Ну, еще где-то на неделе мы, может быть, потратим 1000-1500, ну, до двух максимум. Но если ты говоришь не про всякие там для детей, и я не говорю про какой-то кофе, походы по этим кафе, это вообще-то просто отдельная статья расходов. Ну, где-то, наверное, тогда нет, Дима, тогда, наверное, это будет порядка 1000 еще мы потратим. Хорошо, в общем, 5000 лир в неделю чисто на продукты для дома, не говоря про там все эти походы, кафе, рестораны, вкусняшки и так далее. Химия, понятие такое, это тоже. Мы говорим, это видео у нас фактически в большей части про еду. Там, я где-то снял бы того химии, так отдельно показал, чтобы люди ориентировались, сравнили себя там по ценам и так в целом. При 30 лирах курсе это 600 долларов получается. Ну, на еду где-то у нас такой уход 600 долларов, ну, то есть, не считая там оплаты, да, где-то 600-500 долларов в месяц, я считала, это стабильный уход. Но при этом, блин, мы не бедствуем, ну, то есть, это такая еда, которая, ну, нам просто это в наших потребностях хватает. Ну, у нас просто не едят килограммами фрукты уже просто, ну, как бы. У нас была такая ситуация, когда мы там приехали, мы покупали в большом количестве, я тоже, в принципе, пробовал есть и так далее. Но потом ты к этому приедаешься, и они просто лежат, вот, неделя пошла, они уже испорчены, то есть, надо эти выбрасывать, по идее, и новые покупать. Ну, короче, тоже не делай перевод продуктов. Да, поэтому мы очень сильно оптимизировали, у нас просто не так много у нас всего этого кушается. И, соответственно, как бы, ну, вот, 500-600 долларов, это чисто только еда на семья. На семью, да, из двух взрослых и двух детей только еда. Майонезиков, кетчупов у нас не сильно-то вводится. Иногда шашлык когда делаем, там можем сделать для гриля. Ну, то есть, как бы, молочную продукцию мы не сильно кушаем. То есть, вот, иногда вот мы покупаем молоко, молоко это у нас уходит только либо на омлет. Либо завтраки, сухие дети любят андеши. Ну, это прям раз в месяц я не сильно сторонник сухих завтраков, поэтому я не разрешаю им. У нас молоко уходит на блинчики, вот, блинчики мы можем испечь. Блинчики, ну, где там лет, всё. Ну, то есть, йогурты они не едят. Ну, как бы, сыр мы, там, пачечку какую-то купим. Она у нас неделю, там, две может лежать. То есть, у нас молочные продукции особо дома не вводятся. Ладно, всё, в общем, мы основную информацию рассказали. И, уважаемые подписчики, если у вас будут вопросы касательно вот этих цен на, других цен, да, не только на продукты питания и вообще любые вопросы по Кипру, пишите. Мы постараемся реализовать видео, показать наши какие-то текущие траты, расходы, которые… Ну, ты показал, да, рыба уже 750 лир, получается, мясо индейка 600 лир, считаете, да? Ну, опять же, да, лира выросла, лира, ну, короче, лира стала больше. Ну, смотри, получается, грубо говоря, 20 евро, 20, наверное, 22 фунта, это я фунт перевожу, 22 фунта, 22 фунта рыбы, получается, килограмм. Самое интересное ещё по поводу этой баранины, да, вот недавно там прям говорили, разносили, что вот должно быть не больше 500 лир баранины за килограмм. В итоге всё равно 700 на кости, филе 900 лир. То есть, в любом случае, я не знаю, там, как у них там сводится вся эта политика. Ну, это, грубо говоря, 30 долларов получается килограмм. Ну, короче, мясо, вот именно если брать не курицу, оно реально, блин… Ну, курица тоже, она, по сути, если мы говорим, сравниваем со странами постсоветского пространства, с той же самой Белоруссией, Россией, то курица здесь тоже дороже, потому что, по сути, 200 килограмм, 200 килограмм – это сколько получается? 7 на 3, почти, наверное, 7 долларов, наверное, 6 долларов точно. Ну, 7 долларов примерно, да, 7 долларов килограмм мяса, филе. Нет, даже не филе, а филе будет дороже стоить. Грудка, это грудка. Ну, грудка, да, филе. Нет, там, наверное, даже будет дороже стоить. Ну, в общем, ладно, все цены, на самом деле, мы показали, поэтому, чтобы не спорить, можно посмотреть и всё увидеть. Всё, благодарим вас за просмотр. И всем пока-пока. Пока.